Партнер программы салон-ателье классических итальянских костюмов Марка Беантония на Карло Липнихта 71, телефон 295-777. В Кирове 12 часов и 5 минут. Это программа Дневной разворот. Мы начинаем. Дарья Топузлиева. Владимир Сметанин. Сегодня 8 июня, четверг. У нас несколько тем сегодня. На 2 часа разворота. Как-то так получилось, что завершать мы будем темой туризма, внутреннего туризма. У нас в гостях будет Ирина Бажина, исполняющая обязанности директора Центра развития туризма Кировской области. Говорить мы будем о приближающихся сказочных играх на Вятке и других мероприятиях летнего туристического сезона. Что касается сказочных игр, то они у нас последний раз были в 2017 году. Вот такой большой перерывчик был. Что в этом году случится? Обо всем подробно по беседе. С 13 будем говорить о благоустройстве города. Это одна из наших традиционных тем. Как город приводят в порядок перед праздником, перед днем города. Да, Екатерина Безгачева, замначальника управления дорожной и парковой инфраструктуры администрации Кирова, будет у нас в гостях. В этом часе после 12.30 пообщаемся с председателем общественной палаты региона Сергеем Улитиным. Общественная палата организовала горячую линию, воспользовавшись которой можно сообщать о заброшенных зданиях, представляющих опасность для детей в первую очередь. Чтобы они туда не пробирались, ничто им не угрожало. Ну а вот прямо сейчас тоже будем о развитии внутреннего туризма говорить. Повод у нас такой достаточно весомый. В самом начале июня, 1 и 2 числа, в городе Воронеже прошел форум под названием «Сообщество», где обсуждалась тема развития внутреннего туризма. И вот один-единственный человек из Кирова у нас поучаствовал в этом мероприятии. Елена Румацкая, председатель Кировского регионального отделения Союза журналистов России и член общественной палаты Кировской области. Елена, добрый день. Здравствуйте. Ну, говорим мы о внутреннем туризме не первый раз. Говорим, говорим, развивается ли он. Только перед эфиром вы сидели, вы разговаривали и уперлись в цены, совершенно неподъемные для внутреннего туризма, как на наш взгляд. Елена, вот тема вообще именно финансовой составляющей. Поднималась ли на форуме? Я бы, честно говоря, начала немножечко с другого. Пошире, пока есть у нас тут минутка, расскажу вообще о форуме сообщества. Это мероприятие было прям очень грандиозным. Организатор общественной палаты Российской Федерации. Да, это уже не первый форум, который проводится. Они выбирают разные города России. Это не обязательно Москва, Санкт-Петербург. И в этом прелесть. И на этот форум приехало больше двух тысяч человек, гражданских активистов со всей России. Ну, практически все регионы были. Я скажу честно, я обратила внимание на это мероприятие, вот положа руку на сердце, только потому, что это Воронеж. Сначала вот так. Потом посмотрела программу, изучила. Действительно интереснейшие темы. Ведь развитие внутреннего туризма – это одна лишь из тем. Там были и другие, возможно, сегодня тоже расскажу, потому что все к Кирову абсолютно приложимо. Общественная палата ведет себя очень активно, российская, интересные спикеры, интересные руководители площадок. И вот та площадка, о которой мы начали разговор, это развитие внутреннего туризма, проходила, наверное, больше двух, почти три часа. Полный зал. Ну, на всех площадках этого форума были полные залы. И вот прям абсолютно честно, не было мест порой. Я еще хотела попасть на экологическую площадку по экологии регионов. Не попала, потому что некуда было сесть. Невозможно было. Сесть, да. И даже вдоль окна все стояли. В общем, интерес огромный. Порадовало то, что вообще общественная активность в России и в регионах России высокая. Вообще здорово. Ну, то, что касается внутреннего туризма, там, знаете, тема была не только развитие внутреннего туризма России, но и рассматривались конкретные кейсы, конкретные города, центральные России. Вот, могу продолжить или... Конечно, мы прочитали в сообщении, опубликованном на сайте общественной палаты, что вы прям зацепились за один из примеров успешных практик. Который до этого успешным не был. Правильно ли я понимаю? Все правильно. Это вы сейчас о городе Уварово. Уварово, в Тамбовской области. В Тамбовской области. Ой, ребят, это вообще, знаете, до мурашек по коже выступали девчонки из как раз Уварово. Город, моногород. Там был крупный химкомбинат в советские годы. И в начале 90-х, как очень много где в России, производство было закрыто. И жители остались без, собственно, средств к существованию. Без градообразующего предприятия. Да. Не было работы, нечем было заняться. Естественно, львиная доля населения уехала. Благо, Тамбовская область богата городами, соседние куда-то районы, сам Тамбов. Осталось у них... Вот я сейчас не буду лукавить, там не помню цифру, но немного. Несколько тысяч жителей. И пришла идея. Вот просто идея. Поскольку все-таки это уже южный регион, там хорошо растут плодовые деревья. И они ухватились за вишню. И вишня стала тем самым... Драйвером. Драйвером, да. Тем спасительным, в общем-то, каким-то ключиком, который привел... Я сразу перескочу через годы, а на это ушло порядка 20 лет, которое сделало город процветающим. То есть это получается где-то на стыке веков, да? На стыке веков. В конец 90-х начали. Да, в начале нулевых где-то они... С чего начали? Они завели питомники. Причем много питомников, земля плодородная. И начали продавать саженцы. Спрос огромный. Потому что на тот момент в стране этим никто так не занимался. Вишню у них заказывали и на Дальний Восток, и в Сибирь. Ну и, наверное, и у нас в Кировской области тоже получали. Или здесь растут, скорее всего, какие-то вишневые... Кампусские вишни. Вполне возможно. Это деньги. Начались поступления. Реальное, финансовое. Помимо этого... Это же с каким размахом надо заниматься, чтобы всю страну обеспечивать? Потому что огромное хозяйство... Ну, я думаю, что сейчас не только они этим занимаются, но у них это действительно источник дохода города и населения. И начали проводить разные активности, связанные с вишней. В фестиваль Вишневарова. Туда приезжают прям тысячи людей. У них уже сейчас развитая инфраструктура, гостеприимство. Они построили гостиницы, гостиничные комплексы. Все, что вокруг этого. Кафешки, ресторанчики. Несколько дней варят вишневые варенья, пироги с вишней и все прочее. На гербе города сейчас у Варова вишня. Что же вишня появилась? Вот. И это... Девочки проводили презентацию. Прямо со слайдами. Там вот зал сидел, открыв рот. Необычный пример. И он такой... Ну, достаточно да. Интересный пример. И я провела параллель с нашим, например, праздником Истабенский огурец. В чем разница? Истабенский огурец событиен. Вот есть в июле день, когда приезжают туда попробовать огурцы созревшие, да, там малосольные. И не всем достается. Ну, и все, в общем-то, попробовали, погуляли, разъехались. И целый год местность этим не живет. Не является точкой притяжения, точкой роста. И не экономически. И финансово никак не обеспечивает это население. Там есть производство, да, собственно, которое круглый год огурцы реализует. Ну, видимо, не в тех масштабах, не в тех объемах. Ну, то есть нет восприятия, что за огурцами только туда круглый год. Или берем Истабенский, там, всей страной вот этого масштаба. А вот в Уварово вишня содержит город. Ну, там сейчас уже не только вишня, естественно, там много всего. Население за эти годы в четыре раза увеличилось. Люди там живут. Вернулись. Кто-то возвращался, кто-то новенький приехал. Это райцентр, видимо, получается, да? Да, 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 да. И за счет того, что постоянный приток гостей, туристов, все время есть сейчас финансовое поступление, не только от вишневых питомников. Город живет. Вишня превратилась в такое золото, да, для этого городка. Неполезные ископаемые какие-то. Не нефть, не газ, там, что-то, не месторождение, там, золото и так далее. Да, и очень позитивный такой вот настрой у ребят из этого населенного пункта, потому что это вишня, это вот для них она стала символом счастья, благополучия. Ну, я вот на самом деле, у меня всегда были вопросы, то есть мы, когда говорим о внутреннем туризме, всегда в основном внимание уделяли, ну, так или иначе, крупным городам. Крупным городам, где есть какая-то устоявшаяся, там, архитектурная доминанта, связанная железной дорогой, там, да, авиасообщением, автомобильными дорогами. И при этом как-то всегда каким-то бочком стоят вот небольшие города, хотя, мне кажется, даже просто с финансовой точки зрения быстрее и выгоднее превратить вот в какую-то точку притяжения небольшой город, но просто потому что его нужно меньше средств, чтобы его благоустроить. Ну, мысль понятна, да. Поэтому было бы, наверное, здорово, если было больше таких каких-то примеров. Ну, вот их немало. Сейчас мы остановились только на Уварово. Вот за те почти три часа, пока мы сидели, разговаривали, смотрели практики различные, было, наверное, шесть или семь презентаций разных малых городов, именно центральной части России. Из Иваново был интересный пример, там, сейчас скажу. Уже не невестами славится Иваново? Ну. Не только за невестами туда ел? Ну, да, 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 шахтинская вышка, телебашня, которая в Москве, шахтин, Шаболовка, которая сейчас Шаболовка, она, проектировщик ее из-под Иваново. И они тот населенный пункт, где он родился, сделали музейным комплексом, не просто с домиком восстановленным, где он родился и детство провел. Там целая инфраструктура, потому что... Наверное, еще и мини-копию, наверное, башню еще, наверное, не касается. И не одной, потому что по его проекту, как оказалось, там несколько десятков зданий по всей планете, в том числе и в Дубае, там, в Нью-Йорке, вообще в разных точках земли. И вот это вот собрано, это культивируется. Они гордятся, что именно они, ну, здесь вот он уроженец именно этой территории. Было представлено много проектов Воронежской области. Удивительный город Воронеж. Я там уже не первый раз была по различным поводам, работала там, два раза уезжала туда. И вся Воронежская область. Там районов несколько меньше, чем у нас в Кировской. У нас большая Кировская область, очень богата на районы. Там порядка, может быть, двадцати. И каждый район имеет свое лицо. И где-то везде свои изюминки. Много, ну, им исторически еще повезло. Несколько цивилизаций прошло по территории Воронежской области, в том числе скифы. И тут уже это как-то осталось. И они сейчас это тоже культивируют. Там первая стоянка человека нашли. Они и доказали, что именно у них там поселение такое Костенки называется. Туда вводят экскурсию. И очень-очень за это радеют. Причем выступали ведь частники, негосударственные служащие. Вот, я хотел уточнить, да, чиновники ли это были, докладывали, или все-таки... Нет, не было чиновников. Это были гражданские активисты. И настолько с душой подходят. И не было ни разу за все эти три часа каких-то депрессивных, там, нытья, там, что вот дайте нам денег. Нет, 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 нет. Находят вот эти вот точки роста и развивают, и живут, радуются. На Кировский лад что-то можно было бы, на ваш взгляд, переложить? Да многое. Вообще многое. Может быть, не на сам Киров, я не знаю, там, на Слободской, Уржум, Иранск, еще что-то. Вот вы знаете, вообще тут и на Киров, и на Слободской, и на Уржум, и на Иранск. Все наши города Кировской области самобытны. Все имеют свое лицо. И Котельнич, да даже тот же Кирово-Чепецк. Он новый город, но он интересный город. Если говорим про малые населенные пункты, тут действительно личная инициатива, она очень влияет. Ну вот сейчас, в Слободской, посмотрите туда экскурсии, это то, что гуляешь несколько часов, и диву даешься. Он же уникально сохранился, как купеческий городок, несмотря ни на что. Никакие советские годы его не испортили, не навредили. Очень много интересных вещей. Популяризировать надо, продвигать это надо. Ну и мы знаем активистов, которые занимаются этим, да, общественников. Да, вот тот же Анатолий Курбатов с водонапорной башней, он же там сейчас музей делает, Толя. И вот я просто уверена, что Слободской будет жить, у него большое туристическое будущее. Там не хватает инфраструктуры. Тех же гостиниц, тех же кафе, куда поедут. А, логистики не хватает. Там нет именно в Слободском железной дороге. То есть нужно организовывать еще что-то дополнительное, если не просто городские автобусы. Но зато федеральная трасса. Ну да, вот это большой плюс. А если мы говорим о Кирове, это большой город, Киров. Тут прямое параллельное сравнение с Воронежем. Это, знаете, вот я очень много гуляла и люблю там гулять по тем улицам. Ну тоже много, видимо, советского наследия в том числе, да, вот таких? Да. Да, ну... Типичная такая советская застройка в том числе. Не только. Там разное. Вообще города наши похожи. Похожи тем, что они самобытные. Только каждый по-своему. Воронеж был стерт почти с лица земли на 92% во время Великой Отечественной войны. Именно в городе были бои. И это наложило свой отпечаток. Да, там есть здания 19 века, 18 века. Ну, скажем, что город моложе, чем Киров. Нам-то 650 скоро. А Воронежу 430 лет. Его Петр основал. Там была первая верфь. Сделали первый корабль морской. Вот Воронеж, казалось бы, да? На Азовское море, потому что выход. И они даже это культивируют. Они первый корабль, который делал Петр I, возродили. Года предестинация там стоит. В 2011 году, по-моему, создали точную копию. Там музей. Туда ездят на экскурсию. Город пешеходный. Ну, то есть, конечно, есть общественный транспорт развит. Но по нему ходить одно удовольствие. Я очень много фотографий сделала. Вот ребятам в редакции у нас показывала. В одном квартале сразу три памятника. Это Никитину, писателю-поэту. Самуилу Маршаку, они уроженцы Воронежа. И тут же Владимиру Высоцкому. Вообще много поэтов, писателей на Воронежской земле. Так и у нас не меньше. Конечно. Мы богаты в Кирове. Но у нас почему-то этих памятников нет. Но почему-то мы памятник Александру Девскому ставим. Вот это просто непонятные вещи. Они просто влюблены в своих уроженцев. Они это культивируют. И действительно, у нас же нет памятника Бехтереву. Где улица Бакулина Академика? Купцы наши. Бакулева. Где наши купцы? Тихон Филиппович Булычев. Вот именно. Это такие фигуры. Чарушин. Чарушин Иван Аполлович. Пребывавший какое-то время здесь Салтыков, Щедрин. Тот же Герценос стоит бюст в закоулке около Герценки. А почему бы не поставить где-то на пространстве? Константин Эдуардович Циолковский. Вот. Вот. И это все, причем сделано очень так с любовью, все утопает в зелени. Да, конечно, более южный регион, там уже все в розах. Но у нас тоже есть деревья, которые у нас прекрасно растут. И это можно все. В общем-то, непонятно пока причина, почему этого не делалось очень долгие годы. Есть, в общем-то, мысли на этот счет. Но это не значит, что мы куда-то отстали так надолго, что мы никогда этого не сможем сделать. Ну, так, Елена, слушая докладчиков из разных городов и так вот прикидывая в уме, мы могли бы соответствовать? Конечно. Дело-то в том, что у нас есть что презентовать? У нас очень много всего. Почему никто не поехал? На каком этапе спотыкаемся? Почему никто не поехал, кстати, не презентовал? Вы знаете, я думаю, тут много причин. Мы немножко зациклились на своих событиях внутри нашего региона и не смотрим, а что у соседей, что у других. Да, вот сейчас открывается на следующей неделе очень крупный экономический форум в Санкт-Петербурге. Да, на него внимание обращают, потому что, ну, вот это крупное и еще и... Это потенциальные контракты, партнеры и так далее. В столичном еще городе, в Санкт-Петербурге. Но вот поездка в Воронеж очень многими рассматривается, вот как там к тетке в глушь, в Воронеж. Но это мощный город. Туда приезжают, вот я сказал, даже на такое мероприятие больше двух тысяч человек. Надо смотреть на регионы, надо смотреть, что происходит даже в региональных, в областных центрах. И обязательно ездить, не лениться, купить билеты, поехать. Потому что у нас обычно бывает, когда приводишь в пример столичные города, всегда кто-нибудь говорит, ну, а что вы сравниваете с Санкт-Петербургом, с Москвой? Да, это совершенно разный уровень доходов, это столица и тому подобное. А в регионы никто не едет. О чем речь? Причем говорят, ну, вот Казань, ну, вот Казань. Ну, а что Казань, собственно, такой же город, как Киров? Да, это сейчас столица республики национальной. Ну, давайте вот вернемся, тот же Воронеж. Это не столица национальной республики, это обычный русский город. Просто его немножко прибрали. Между прочим, в центре моют каждый день тротуары из шлангов. Мне понравилось. Ничего себе. Чистота кристальная, так уютно. Много очень активностей. О чем же они там говорят-то, за что упрекают городскую администрацию? Бедные журналисты воронежские. У меня, кстати, есть незнакомая коллега из местной газеты. Пообщайтесь. Там, вот еще, чего нам не хватает, и летний сезон только начинается, там уже открылось очень много летних кафешек. И народ сидит там, общаются, музыканты с гитарами. И еще отличие от Кирова, которое, я его видела, резко бросается в глаза. Город не спит. То есть где-то затихает жизнь активная в районе 12 часа, а то и двух. А у нас уже 8 на улицах пустынно. Там работают галереи, магазины очень долго. Ты идешь в 11 часов вечера по абсолютно живому городу. Много людей, торговые центры открыты. Вот в этом прям отличие. То есть нет такой проблемы у воронежцев, что до этого часа нужно успеть сбегать, чтобы купить что-то. Нет, нет, нет. И рано-рано тоже начинается жизнь. Где-то уже в 5-6 утра опять все на улицах. Вот. Ну, немножко другим ритмом живет. Светлые, радостные люди, видимо. Да, ну, у нас на самом деле очень много, чем мы гордимся. И мы не бедные с точки зрения наших достоинств. Может быть, годы, когда Киров был закрыт, ведь это же очень долго было, 4 десятка лет, 40-х, там, по середину 80-х, благодаря военным предприятиям. Может быть, ментальность как-то наша там немножко изменилась, и мы скромнее где-то. Хотя, вот когда внутри Кирова живешь, тут ведь очень много активных людей и инициативных людей. У нас 5 минут остается даже меньше. У вас все-таки на этом форуме была возможность выступить. И вы выступили, да? Да. По теме кадры для достижения технологического суверенитета. Да, жалко, что 5 минут осталось, потому что это была мощная площадка. Мы же у нас здесь, в Кирове, на гражданском форуме проводили площадку именно на эту же тему и говорили о том, что надо технорейта воспитывать вообще-то с детского сада. А не тогда, когда ребенок уже готовится к ЕГЭ, там, в 7-8 классе выбирая специальность, и более углубленно изучать математику, физику. Посмотрите, в Кирове практически не осталось технических кружков. У нас закрыты станции юных техников. И вот это вот кванториум, это немножко другое. Вот сейчас идет тренд на воспитание юных инженеров, а это же очень творческое должно быть техническое сознание. Вот я выступала как раз с инициативами возвращения профессии инженер былого уважения. Это надо делать год инженера в стране обязательно. Да, вот действительно, мы вернули уважение к специальности, к профессии врача. Вот сейчас идет год педагога-наставника. Мы тоже обращаем внимание, действительно, наши учителя, это абсолютно достойное уважение люди. А вот забыли мы вот про сферу в свое время инженеров. IT-специалисты, это вообще сейчас на вес золота. И вот жалко времени не хватает. Много о чем мы тут говорили. Ну, подвижки-то вроде у нас в этом отношении есть. У нас же сейчас есть планы по созданию кампуса, да, на месте бывшего квадро. И там якобы будет делаться упор как раз на инженерные кадры. Это здорово, но детей... Но это уже взрослые, да. Но детей надо вырастить. У нас не хватает сильных преподавателей физики, потому что это сложные дисциплины. Ну, какой из детей там сам редкий ребенок выберет физику или математику. Все равно больше гуманитарным. Ну, то, чтобы полегче. Это надо прямо вот культивировать и прямо вот с трех лет, а может быть и раньше начинать. Не то, чтобы математику глубоко изучать, но во всяком случае формировать вот это вот математическое инженерное мышление. Чтобы было кому в нашем кампусе пребывать. Было кому учиться на наших инженерных специальностях. И было кому работать на наших развивающихся производствах. Вот так. Ну, мне кажется, тут и пример семьи, он тоже важен. Когда папа маленького сына там приучает как-то к технике, да, к какому-то изобретательству. Слушай, ну для этого папа должен быть в технике. Но меня сейчас волнует то, что у нас же сейчас поколение гаджетов уже начинают своих детей заводить. И чему там отец может научить зачастую? Да, а даже держать отвертку в руке и, собственно, какие-то вещи прикладные делать, да, это надо начинать с самого маленького детства. Ну, единомышленников-то нашли в этом отношении, да? Да, да, да. Интересно, ребята из Чебоксар были, ну, воронежцы опять те же. Ну, много, как-то мы объединили все вместе, там, резолюцию даже какую-то приняли. Ну, общественная палата очень хорошо отреагировала, и в том числе на федеральные программы по, во-первых, возвращению достойного отношения к профессии инженера. Это же, помните, там, 60-е годы, когда прошлого века, когда культивировалось, и фильмы снимали у нас. Конечно. Да, и Шурик у нас, там он же был инженер, как они сдавали экзамены по сопромату там или что у них. Вот, это надо государством двигаться, общероссийски, ну, и у нас в Кировской области тоже, конечно. Ну, с нашим-то потенциалом промышленным, конечно. А тем более у нас такой мощный промышленный регион. Да, да, да. Времени, к сожалению, уже больше не хватает на беседу с Еленой Румацкой, председателем Кировского регионального отделения Союза журналистов России и членом общественной палаты нашей региональной. В ближайшее время, может, подобные темы будут у нас обсуждаться в Кирове? Ну, гражданский форум у нас точно будет осенью. Ну, гражданский форум. Может быть, а мы планируем провести... 20 секунд, к сожалению. Да, я как директор IT-кластера, мы планируем провести IT-форум осенью этого года, и вот там глубоко будем эти вопросы обсуждать. Ну, думаю, встретимся сюда по этому поводу. Конечно, обсудим, да. Спасибо, сейчас у нас реклама полторы минуты, мы вернемся уже с другой темой. Спасибо. Спасибо, до свидания. Беседовать с деловыми людьми нам помогает салон-ателье классических итальянских костюмов Марко Би Антони на Карло Липкнехта 71. Марко Би Антони – это пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей. Костюмы для торжеств и выступлений. Сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам. Создание гардероба под ключ для самых взыскательных персон. Услуги химчистки премиального уровня. Марко Би Антони – эстетика в каждой детали. Карло Липкнехта 71, рядом с театральной площадью. Телефон 295-777. Еще одна тема у нас на ближайшие 8 минут. С 6 июня по 14 общественная палата региона проводит горячую линию под названием «Заброшенные здания» несут опасность знак восклицания. Ну, кто бы сомневался, они действительно несут опасность. Их у нас очень много. Мы знаем прекрасно об этом. Сергей Улитин с нами на связи. Председатель общественной палаты Кировской области. Сергей Николаевич, добрый день. Добрый день. Да, добрый день, приветствуем. Сергей Николаевич, я вчера прочитала про эту горячую линию. У меня сразу возник странный вопрос. Думаю, как заброшенные здания – это же все равно здания, которые когда-то не были заброшенными. И, по сути, они не появились вчера или позавчера. Неужели настолько все у нас в городе плохо с хозяйством, что приходится проводить горячую линию, чтобы люди сообщили о заброшенных зданиях? Неужто о них никто не знает? И напомнили собственникам про их собственность. С одной стороны, конечно, это случилось не прямо сейчас, чтобы надо было бежать. У нас в горячую линию мы обычно вкладываем в смысл, что своевременность к какому-то событию. Вот у нас какое событие случилось? Дети наконец-то закончили очередные классы и пошли на каникулы. И, конечно, кто-то из них поедет в лагеря, кто-то еще чем-то займется. Но кто-то выйдет на улицу. Я не знаю, помните вы сами или нет, но, по-моему, для мальчишки-школьника нет ничего лучше заброшенного, тайного, какого-нибудь сарайчика или дома, где можно в разные игры поиграть и следовать. Ну, то есть предъявительность вот этих опасных мест, она на самом деле велика. Вот. Поэтому, конечно, если посмотреть, что происходит, город занимается этим вопросом. Ему, городу Александр Валентинович, в том числе такую задачу ставил. Но мы подумали, что город – это хорошо. Но мы же решаем две задачи. С одной стороны, мы можем выявить те объекты, которые городу не попались на глаза, с одной стороны. С другой стороны, когда мы про это все рассказываем взрослым людям, они в очередной раз вспомнят свою молодость, поймут все опасности и своим детям еще раз расскажут о том, что бегать туда нельзя, что разламывать то, что кажется, обрушенной стеной не надо, потому что можно под эту стену попасть. То есть еще раз проведут некую прививку, сделают от поведения, которое может быть опасным. Сообщения уже поступают, Сергей Николаевич? Да, сообщения поступают, их больше 12. Это объектов больше 12. Очень много обращаются, ну как, в пропорции обращаются по заброшенным зданиям, находящимся за алыми парусами, за зданием алых парусов. Да-да-да, лично вот эти корпуса не говорят пока, но достаточно много объектов, которые, я не знаю, как город будет справляться, это бывшее Кватул военное училище, потому что там тоже аж многоэтажные такие здания есть. Смотрите, вот как бы кроме тех зданий, которые требуют ликвидации, ну там в разных степенях там разрушения, это же еще и касается тех строек, которые заморожены. Например, напротив Ленина 20 мы знаем, что стоит недострой, на котором работы не ведутся. Это тоже, в общем-то, потенциально опасно для детей. И тут, ну, то есть задача-то какая? Еще раз обратить внимание на те объекты, их ведь завтра мы не уберем. Но они должны быть таким образом обеспечены, чтобы дети не могли туда зайти. Окна двери заколочены, заборы без дыр. В общем-то, это и задача такая. Ну и в идеальном варианте, чтобы все это посносить. Сергей Николаевич, насколько вот эта ваша работа, которую вы сейчас ведете по заброшенным зданиям, соотносится с тем вот анализом, который на днях выкатила областная прокуратура. Там, по-моему, 112 объектов в перечне у них было, если я не ошибаюсь, да, тоже заброшенных, к которым есть доступ, хотя его быть не должно. Вот здесь вы как-то с ведомством стыковали усилия, скажем так? Прямую аналитику мы не делали, потому что мы здесь как раз работаем по обращениям граждан. Мы потом, когда всю информацию получим, кстати, с этой информацией мы поступаем в следующий образ. Мы будем ее направлять в администрацию и вставлять в общий сводный реестр. Причем, если для нас очень важно, что не только из Кирова поступают сообщения, есть сообщения, например, из Вятских полян. Там тоже есть сломанный сарай, который надо доломать для того, чтобы он не обрушился на детей. Так. Ну а небольшие населенные пункты, селы, деревни, поселки, они тоже могут, собственно, участвовать, сообщать? Так участвовать-то могут все. Мы передаем по принадлежности муниципалитетам. Общественно, по-моему, Кировской области, не города Кирова. Мы будем реагировать на все запросы, мы знаем, как работать с районами, у нас проблемы в этом нет. Потому что районы-то небольшие населенные пункты, они зачастую в этом отношении весьма опасны, на мой взгляд. Очень много пустующих домов. И развлечений у детей меньше. Да, полуразрушенных. Поэтому они больше такой притягательностью обладают. Да, в том числе сейчас многие ребятишки поехали к своим родственникам, бабушкам, дедушкам в селы и деревни. Ну, сами ведь помним, да, свое детство, когда мы... Чем мы занимались на селе? Мы, естественно, изучали все закоулки, закуточки и прям как магнит манили эти старые дома без окон, без дверей. Да, но сейчас уже с позиции взрослого человека ты прекрасно понимаешь, что это представляет очень большую опасность. Закончится прием этих сообщений 14 июня, да, Сергей Николаевич? Именно так. Сколько времени возьмете для обработки данных? То есть будет ли после горячей линии выведен какой-то, я не знаю, выпущен пресс-релиз, да, по итогам? Я думаю, что мы дожидаться не будем, мы будем передавать оперативно. Если будет какая-то аналитика такая очень интересная, на что-то выводящее мы сделаем, а так, на самом деле, мы решаем, еще раз могу повторить две задачи. То есть, с одной стороны, с помощью активных жителей выявить то, что не увидел город, ну, муниципалитеты. И вторая, тоже не менее важная задача, а может быть, даже более важная, это еще раз обратить внимание взрослых и детей на то, что заброшенные здания и стройки несут опасность. Это тоже очень важно. Спасибо. Спасибо за эту информацию. Сергей Улитин, председатель общественной палаты Кировской области, был с нами на связи. У нас есть еще пара минут, чтобы пообщаться. Ну, вот, да, куда, собственно, сообщать-то можно, да, если слушатели сейчас заинтересовались. Ну, во-первых, это электронная почта общественной палаты нашего региона, ПКО-43, Собакова ПКО-43. Ну, я думаю, телефон тоже можно сообщить, 64-54-30. Дежурный телефон, да, нашей общественной палаты. Вот, единственное, я не понимаю вот по поводу Кирова, да, той информации, которую, как я уже сказала, дала прокуратура. Получается, что по большей части ведь люди будут звонить с теми же самыми заданиями. По тем же самым объектам, грубо говоря. Ну, мне кажется, да, как областной центр. Больше как-то на виду. Больше здесь вероятность того, что контролирующие органы, да, заинтересуются этим. Но прокуратура, по-моему, в этом отношении достаточно действенна, эффективна работает. Да, кстати, не надо думать о том, что эта тема не имеет, да, большого значения. Давайте вспомним прошлое лето, город Котельнич, трагедия, когда заброшенное здание школы, да. По-моему, да, разбирали его. Да, и предприниматель попросил, ну, видимо, за оплату, да, двух подростков помочь с разборкой этого здания. Суд был. Обрушили их стандак, она обрушилась конструкция. Да, подросток один погиб, другой получил тяжкие повреждения. Был суд, и я помнишь, мы еще удивлялись, почему оправдали, да, и человека, который выкупил это здание у муниципалитета, и предпринимателя, которого нанял для того, чтобы его разобрать. Их суд оправдал, и буквально вот на днях была новость о том, что прокуратура опротестовала это судебное решение. Дело направлено снова в Котельнический районный суд, да, в суд первой инстанции, и будут пересматривать. Ну, вот удивило просто многих, что за гибель подростка никто не получил реальное наказание. Еще раз напомним, да, что с 6 по 14 июня общественный палат Кировской области проводит горячую линию, заброшенные здания несут опасность, можно на электронную почту общественников направлять свои соображения, можно даже фотографии присылать, прикреплять, ну, либо можно позвонить 64, 54, 30. Осмотритесь, я думаю, не лишним будет осмотреться лишний раз у себя в районе, да, если есть какое-то здание, которое должным образом не обнесено забором, или в заборе есть дыры, да, куда могут проникнуть дети в том числе, лучше сообщить об этом. Потому что вроде бы хозяйство в городе одно, у него у всех есть, у всех этих зданий есть собственники, но тем не менее. На этом завершаем первую половину дневного разворота. Вернемся через 25 минут уже с новой темой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова